Всем привет! Это обзор главного эксперта по технике M-Video. Начнем! Всем привет! С вами Оля, это канал M-Video, и сегодня у меня на обзоре новинки от Oppo. И не просто смартфоны, а эксперты в портретной съемке. Это Oppo Rina 11 и Oppo Rina 11F. Сравним эти две модели и проверим, на что они способны. Rina 11 представлен в двух цветах – зеленом и сером. 11F – в зеленом и голубом. Материал задней панели – пластик, очень приятный, отпечатки не собирает. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 67 Вт, USB Type-C и чехол. Смартфоны довольно легкие, весят они меньше 200 граммов. У обеих моделей большие экраны с тонкими рамками, но у Oppo Rina 11 это дисплей с закругленными краями, а у 11F – обычный, с полезной площадью более 93%. Диагональ обоих устройств 6,7 дюймов. Экраны выполнены по технологии AMOLED, то есть изображение яркое, черный цвет насыщенный, пиксели не выцветают. Давайте откроем сейчас несколько статей, полистаем, откроем видео, чтобы оценить качество картинки. У Oppo Rina 11 и 11F частота обновления экрана 120 Гц, хватит и для ежедневных задач, и для игр. Кстати, во время игры смартфоны вообще не нагрелись, и это, кстати, для не очень дорогих моделей прям классный показатель, потому что у некоторых смартфонов из такого же ценового сегмента нагрев происходит уже на моменте загрузки графики. Переходим теперь к главному – камерам. Здесь мы уже увидим разницу. Сначала Oppo Rina 11. Смартфон стоит меньше 50 тысяч, но производители заявляют флагманское качество снимков. Давайте проверять. Основной модуль 50 мегапикселей. Сенсор здесь, внимание, от Sony, а мы знаем оптику этого бренда. Диафрагма 1.8, есть оптическая стабилизация. 8-мегапиксельный ширик с сенсором Sony IMX355 с диафрагмой 2.2 и углом обзора 112 градусов. Не такой светосильный модуль, как основной, но тоже достойный. Угол обзора не самый большой, но для уличных съемок и каких-то групповых фото подойдет отлично. Ну и главное – телеобъектив на 32 мегапикселя. Если мы приблизим объект на 2х, фокусное расстояние будет 47 мм, а это практически идеальное значение портрета. Изображение будет естественным, без искажений. Вот, кстати, оцените портреты, которые сделал Oppo Rina 11. Кстати, видео смартфон снимает в 4К, как на основную, так и на фронтальную камеру. Так что, если вы ведете соцсети, то присмотритесь к этой модели. У Oppo Rina 11F набор камер поскромнее, но тоже неплохой. Основной модуль на 64 мегапикселя, есть сверхширокоугольный модуль на 8, макрокамера на 2 мегапикселя. У обоих устройств есть режим Portrait Expert Engine, то есть смартфон сам докручивает снимки по качеству, распознает лица, объекты на фото и увеличивает четкость, а также уменьшает шумы и обрабатывает кожу. Модные функции искусственного интеллекта тоже на месте, за них отвечает оболочка ColorOS. Оба смартфона поддерживают Smart Image Mating, который позволяет вырезать объекты, моментально и создавать стикеры. Еще производитель обещает в ближайшее время дополнить арсенал искусственного интеллекта удалением лишних объектов и людей в кадре. Так что ждем. И в том, и в другом смартфоне установлен восьмиядерный чипсет Mediatek Dimensity 7050. У OPPO RINA 11 12 гигов оперативной памяти и 256 основной. У OPPO RINA 11F 8 гигабайт оперативки и тоже 256 основной памяти. У обоих смартфонов аккумулятор емкостью 5000 мАч. Это золотой стандарт. Автономное время работы примерно сутки, а с помощью быстрой зарядки мощностью 67 Вт от 0 до 100% восполнится меньше, чем за час. Что в итоге? Эти модели во многом схожи. Мощный процессор, хорошая герцовка, функции искусственного интеллекта. Преимущество OPPO RINA 11F, как мне кажется, в дизайне. Выглядит очень стильно, утонченно, плюс яркий экран, емкая батарея. В общем, достоинств очень много. Но тем, кому все-таки особенно важны камеры, высокое качество снимков, в частности портретная съемка, а также видео, то это, конечно, OPPO RINA 11. Приходите в M-Video и решайте, какой подойдет именно вам. Всем пока! А технику из этого обзора заказывайте на сайте или в мобильном приложении M-Video.